Здравствуйте! Я, Лилия Тимива, буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. Выставка «Фарфоровый космос» и открытие Туристско-информационного центра. Сразу два события в Щелковском историко-крывеческом музее. Завершился шестой межрегиональный фестиваль «Игра и актер». Расскажем об участниках и победителях. Как слушали ее раньше и как слушают сейчас. Об истории и воспроизведении музыки расскажем в рубрике «Из века в век». Его фильмы завораживают зрителей всех времен и народов. Об Андрее Тарковском в рубрике «Культ просвет». Сразу два события в Щелковском историко-крывеческом музее. Открытие выставки «Фарфора. Фарфоровый космос» и открытие Туристско-информационного центра. Это сервисные службы, которые предоставляют информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона. С каждым годом Щелковский район становится все более и более заманчивым для туристов. Посещают как сам город Щелково, так и другие поселения с исторически привлекательными маршрутами, для того, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями и услышать истории развития городов Московской области. Очевидно, учитывая современные тенденции развития туристической сферы, в Московской области было принято решение открыть в городе Щелково Туристско-информационный центр. В разных городах Подмосковья появляются туристско-информационные центры. Это такой своеобразный компас, и сотрудники, которые предоставляют информационные услуги по Подмосковью, лучше никто не знает своей территории. Они помогут нашим туристам сориентироваться, когда они приезжают к вам в гости, и сделать их пребывание на территории вашего города, вашего района наиболее комфортным. Критет по вопросам культуры и Щелковского муниципального района много делают для того, чтобы развивать туристические направления. В Щелковском муниципальном районе у нас есть туристические маршруты, безусловно, у нас есть много интересного в нашем районе. Безусловно, конечно же, есть событийные мероприятия, как, например, душевновские маневры, которые в 2016-2017 году уже завоевали все, что можно и невозможно в Российской Федерации, и в этом году станут событием номер один также в Подмосковье. Это приток гостей в музее, самое элементарное. С другой стороны, получая материалы от наших коллег из других музеев или каких-то других туристических мест, таких как дома отдыха, санатории, у нас появляются гости, у нас появляются друзья. В преддверии Дня космонавтики здесь же, в Щелковском музее, открыли выставку «Фарфоровый космос». Искусство в своем роде отражает эпоху. Так советские, российские художники, скульпторы изображали в своих работах важные исторические моменты и известных личностей, героев своего времени. Не стало исключением и тема освоения космоса. Фарфоровое искусство это тоже не обошло стороной. Известные художники и скульпторы по фарфору работали над темой покорения космоса. Я считаю, что это определенный шаг в нашей работе, это новый такой формат. И вообще соединение истории и искусства это всегда такой очень необычный новый формат. И для музейщиков определенный вызов, и конечно же для зрителя, который должен это все воспринять и переварить. На выставке «Фарфоровый космос» представлены работы таких известных заводов, как Дулевский, Ленинградский, Конаковский, Коростенский, Кжельский, Вербилки и других фарфоровых заводов. Внушительная фарфоровая коллекция принадлежит Марселю Губайдулину. На выставке «Фарфоровый космос» представлены поистине уникальные и потрясающие красоты изделия из фарфора. Например, вот эта чашка, на которой автограф оставил лично космонавт Леонов. А вот эта скульптура называется «К звездам». Ее очень любит сам коллекционер. Говорит, очень редкая. Очень долго искал. Причем я искал ее маленькую. Она в каталоге проходит как 23 сантиметра, а она сейчас 57 сантиметров. И я не нашел 23, а нашел 57. Но это работа в единственном экземпляре, как и большинство работ, которые у меня есть. Выставка с первых минут завораживает разнообразием форм и размеров. Есть и такие экспонаты, за которыми приходилось в буквальном смысле охотиться, рассказывает сам коллекционер. Так меня поглотило все это дело, что начал знакомиться с новыми людьми, ездить по разным блошиным рынкам, барахолкам, антикварным салонам. Зарегистрировался на форумах. Посетили выставку и гости из звездного городка, в котором работал сам Марсель Губайдулин. Не один год он посвятил подготовке космонавтов. Тема космоса объединила зрителей, в числе которых в этот день был герой Российской Федерации, космонавт Геннадий Падалко, для которого коллекционер устроил персональную экскурсию с рассказом об изделиях. Уникальная возможность увидеть фарфоровый космос есть и у вас, уважаемые жители. Приходите на выставку в музей до 23 апреля. Открытие фестиваля театрального искусства «Играй актер» по традиции проходит весной, в преддверии Дня театра. Уже в шестой раз в Щелковский район приезжают артисты театра и кино, деятели культуры, для того, чтобы провести мастер-классы, пообщаться и, посмотрев постановки, спектакли театральных коллективов, присудить заслуженную победу лучшим. Верю. Это слово мечтает услышать каждый артист от режиссера и хочет заставить зрителя поверить в свою правдивую игру. Жить на сцене, уметь передать суть произведения – вот что должен уметь настоящий артист. Сегодня участники фестиваля «Играй актер» только учатся великим азам великого театрального искусства. Пожелаем им удачи в этом непростом, но таком прекрасном деле. Удача и трудолюбие – залог любого дела, а уж в судьбе актера удача – фактор решающий. Театральные коллективы из Щелковского района и из других городов Подмосковья не в первый раз принимают участие в межрегиональном фестивале «Играй актер». Попытать фортуну, проявить актерские способности, блеснув прекрасной речью или воплотив яркий образ, мог любой участник фестиваля. В нашем районе он проходит уже в шестой раз и с каждым годом популярность в фестивале «Играй актер» растет. Очень приятно, что в Щелковском районе существует вот уже шестой год такой уникальный театральный фестиваль. Мне очень приятно, что здесь такое соединение ребят и актеров, которые приезжают сюда ежегодно, которые делятся с ними своим талантом, знаниями, которые сидят и отсматривают их программы. По уже доброй сложившейся традиции в организации фестиваля «Играй актер» принимает участие комитет по культуре Щелковского района, администрация поселения Анисхинская, коллективы «Балаган» и Щелковский драматический театр. Фестиваль уникален во многом и подтверждением тому является ежегодный приезд, в том числе заслуженных артистов России. Мне очень приятно, я уже четвертый раз на этом фестивале, так получилось, что два раза пришлось пропустить, были гастроли. И дома у меня есть такие атрибуты «Желтая кружка», «Блокнот», «Желтые ручки» везде. И вдруг сегодня я собирался, и вдруг в чем-то я нашла «Желтый пакет» «Играй актер», с атрибутикой «Играй актер», флешка. В общем, много разных таких напоминаний, и у меня какие-то очень такие теплые воспоминания, какие-то очень такая улыбка, радость и какое-то трепетное к этому отношение. А вот актер Вадим Колганов приезжает на фестиваль во второй раз. По его словам, такие праздники творчества, несомненно, важны и необходимы. И дело даже не в звездном составе жюри. Я считаю, что силы-то как раз в том, в этих фестивалях, что они даже друг на друга, когда посмотрят, и друг другу похлопают, и друг у друга поучатся, это даже может быть гораздо более полезнее, чем известные люди кому-то подарят приз, кого-то назовут чемпионом. На сцену импровизировано выходили коллективы с традиционными визитками, представлением себя. Зал не переставал аплодировать, и взрослые и дети наслаждались театральным действом. Фестиваль продолжался три дня. За это время все участники посещали занятия и мастер-классы. И где, как не здесь, каждый мог выразить себя творчески и приобщиться к великому миру театра. Я желаю этому фестивалю долгих лет. И могу сказать только одно – «Играй актер, играй». Победителями шестого межрегионального фестиваля «Играй актер» признаны детская творческая лаборатория «Триам» со спектаклем «Мальчишки-бальчиш», средняя группа театральной студии «Поющий ветер», хореографический коллектив «Аван-сцена» со спектаклем «Время-дождь», а также народный коллектив «Молодежный театр Кураж» со спектаклем «Щелкунчик». Гран-при фестиваля «Играй актер» получил народный коллектив «Балаган» с постановкой «Муха-цокотуха». Бесбергейли, мы вместе, заслуженная артистка России и Республики Татарстан, Илья Фатехова и ансамбль духовной музыки «Медина» провели благотворительный юбилейный концерт в районном Дворце культуры. Со сцены прозвучали песни на татарском и русском языках. Мы пообщались с артисткой и узнали много интересного. Простор души, напевность, искренность, культура, рассказать песни о любви, о родных краях, религии и вере. На концерте заслуженной артистки России и Татарстана, на Илья Фатехова и ансамбль «Медина» в районном культурном комплексе собрались ценители и любители песен, как русских, так и татарских. Концертом с объединяющим названием «Бесберге», что в переводе с татарского значит «Мы вместе», Илья Фатехова начала свой благотворительный тур по городам Московской области. Я хочу поблагодарить администрацию города Щелково, потом администрацию и правительство Московской области, которую отнесли с пониманием, и наше духовное управление «Мусульман» Московской области, которые вместе так вот сплотились и сделали вот такой вот тур. Мне помогли с юбилейным туром. И самое главное, это народ, который пришел, поддержал. Я думаю, всем понравилось. Первый раз в городе у нас? Первый раз, да. Первый раз. Вы еще не посмотрели его, не осмотрели, не были? Ну, вот так заехали, городок такой чистенький, опрятненький, аккуратненький, люди очень симпатичные, так присмотрелись. Но сейчас, если останется время, обязательно проедем, посмотрим, да. Но самое главное, это вот я, когда меня спрашивают, что такое страна, город, это люди. Конечно, это люди. Судя по реакции зрителей, понравилось не то слово. Душевно и по-родному исполняла на Илья как народные татарские, так и известные российские песни. Что мне особенно понравилось, то, что присутствовали не только же татары. Все, вот когда я спрашивала тоже во время концерта, ну что, понимаете, да, да, мы так понимаем, все и так понятно. Язык музыки он объясняет и дает понятие, в общем-то, все, эмоция дает всем понятие, о чем поется. Украшением концерта стало и выступление коллективов из нашего района. Понравились детские коллективы, которые сегодня принимали участие. Вот очень красивый ансамбль, хореографический «Радуга» и русский танец, и татарский танец, девочка, приятный. Это было сюрпризом, потому что это был не запланирован номер. Он так вот очень хорошо экспромтом вошел в нашу программу. Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с артисткой пели и зрители, что подтверждает, истинное творчество неразрывно связано с культурой, оно способно объединять и созидать. Из века в век люди продолжают слушать музыку. Нашим предкам наверняка было сложно представить себе, что музыку в прямом смысле можно носить не только в себе, но и с собой. Сегодня в рубрике расскажем о том, как менялись предметы, воспроизводящие музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня музыку можно услышать, как говорится, из каждого утюга. А как раньше люди прослушивали песни, мелодии, записи. Немного истории. Музыка сопровождает человека на протяжении уже более пяти тысяч лет, навсегда войдя в его культуру и став неотъемлемой частью социальной жизни. Первая музыкальная форма с начала истории возникновения музыки обозначена специалистами как примитивная музыкальная традиция. Существующие современные виды музыки у американских индейцев и аборигенов Австралии по аналогии принято называть доисторическими. Следующим этапом музыкальной эволюции считается переход на традицию музыкального письма, вследствие чего возникла музыка древнего мира. Самая старинная песня на сегодняшний день имеет возраст две тысячи лет. Старинной музыкой считается эпоха со времен заката Римской империи до конца XVIII века. Истоком ее изнакновения музыки в начале данного гигантского периода стала католическая церковь, богослужения в которой сопровождались музыкальным фоном. После чего во всех мировых цивилизациях началось интенсивное развитие и разнообразие музыкальных знаний и соответствующего инструментария. В пределах огромных регионов развивались свои индивидуальные музыкальные традиции, абсолютно не похожие на соседние. Появлялось множество музыкальных инструментов, которые, по мнению народов, наиболее подобающие передавали отдельные аудиоэффекты. В данном контексте нам интересно узнать, как же люди научились записывать и воспроизводить звук, а точнее об истории создания средств воспроизведения музыки, таких как патефон, граммофон и других. Граммофон – это видоизменение, изобретенного в 1877 году Эдисоном фонографа, впервые сделанное Берлинером также в 1877 году. В отличие от фонографа, вместо цилиндров для записывания и воспроизведения звуков служат эбонитовые каучуковые диски. Граммофонная игла, прикрепленная к вибрирующей, воспринимающей звуки пластинки, наносит на диски соответствующие спиральные черты углубления. При вращении диска посредством часового механизма, игла движется по спирали диска и вызывает соответствующие колебания вибрирующей пластинки. Весь комплекс записанных звуков воспроизводится с точностью. Вот так физика. Изобретение устройства, способного воспроизводить достаточно хорошее качество звука, способствовало созданию граммпластинки, которая, по сути, явилась первым носителем звука. Широкое распространение граммофон получил в 1902 году, когда вышла в свет граммпластинка с записью 10 песен итальянского тенора Энрика Карруза. Это был успех причем как для певца, так и для граммофона. Слушатели приходили в восторг. Кроме этого, Берлинер приложил руку к созданию музыкальной индустрии. Именно ему принадлежит идея выплаты гонорара певцам и музыкантам, которые записывали свою музыку на граммпластинках. Многие меломаны до сих пор ищут редкие раритетные пластинки, готовые отдать за них целое состояние. Но где они их прослушивают? Конечно же, в специальных устройствах, которые до сих пор выпускаются на рынках. Только стоит это сейчас очень дорого. А теперь представьте то время и поймите, что тогда граммофон оказался чем-то очень фантастическим. Он мог делать то, что до этого считалось невозможным – записывать и воспроизводить звук. Вряд ли Эдисон до конца представлял, каким именно образом человечество воспользуется его изобретением. Ведь он видел применение фонографа в качестве первых аудиокниг для слепых людей. Считал, что им можно заменить стенографисток и использовать даже в качестве будильника. Но итог превзошел все даже самые смелые ожидания. Оказалось, что устройство можно использовать в различных сферах. Граммофон получил массовое признание. Каждому хотелось иметь у себя дома это чудо техники. Пластинки передавались из рук в руки. Выпускались граммофоны на любой вкус и кошелек. От недорогих для массового потребления до эксклюзивных, роскошных аппаратов из красного дерева и чистого серебра. История граммофона знает устройства, цена которых доходила до нескольких тысяч рублей. Огромная по тем временам сумма. А вот и патефон. Патефон – это измененная версия граммофона. Разница никак не в величине и размещении рупора и не в корпусе, в чемодане. Патефон – это неправильное название портативного граммофона, которое прижилось только в СССР. Неизвестно по каким причинам. На самом деле, даже граммофон – это тоже запатентованное название звуковоспроизводящих аппаратов, выпускаемых определенными фирмами. Слово «патефон» образовалось из двух составляющих. «Патефон» – известная французская фирма по производству патефонов. «Фон» в переводе на русский язык – это звук. Патефоны той поры были механическими и проводились действия посредством пружины. Одного завода хватало на прослушивание одной стороны пластинки. Этот аппарат не требовал подключения к электросети. Под него танцевали на площадках, в парках. Звук был достаточно громким. Уровень громкости не регулировался. Выпускалось несколько разновидностей патефонов. Надо сказать, что со временем устройства более адаптировали. Многие наверняка вспомнят вот такие радиолы. Подключались они к сети, и на них можно было прослушать не только радио, но и пластинку. От первой пластинки, появившейся в конце 19 века, и магнитной лентой, а появилась она в 50-х годах прошлого века и начала вытеснять пластинку, положила начало эрикотучных магнитофонов, которые выпускались с самых различных классов. Аккуратный компакт-кассеты уже можно было брать с собой куда угодно. Минус у них был только один – зачастую качество звука, особенно при многократной переписке, оставляло желать лучшего. На смену кассетам в 90-е годы пришли, наконец, цифровые CD. Неоспоримым преимуществом CD-диска стал прорыв в области качества звука. Впервые можно было прослушать музыку в студийном качестве. Сегодняшнему поколению, на мой взгляд, повезло. Вместо того, чтобы таскать с собой тяжелые устройства для воспроизведения музыки, для того, чтобы ее послушать или потанцевать, можно просто воткнуть в уши наушники и наслаждаться прекрасными любимыми композициями. А при желании музыку слушать можно и с собственного телефона. Вот так прогресс! Его фильмы любят во всем мире. Мировые режиссеры восхищались талантом нашего режиссера. Его фильмы настолько многогранны и в хорошем смысле не массовы, что, произнося фамилию Тарковский, невольно, понимаешь, взгляд из объектива может и должен быть наполнен высокохудожественным замыслом и вызывать неподдельный интерес, направлять мысль на плавное течение, порой переходящее в бурное море эмоций. Об Андрее Тарковском расскажем в Культпросвете. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Многие жалуются, что фильмы Тарковского сложны, но я так не думаю. Его фильмы показывают, насколько восприимчив был Тарковский. Его необычная восприимчивость одновременно поразительна и непреодолима. Она достигает почти патологической степени. Наверное, в этом ему нет равных среди живущих режиссеров. Я люблю все фильмы Тарковского, его самого и его работы. Каждый его кадр – великолепное изображение само по себе. Но готовое изображение – ничего больше, чем несовершенное воплощение его идеи. Его идеи реализованы лишь частично. Но он должен был это сделать. Эти слова Акиры Курасава об Андрее Тарковском отражают его искусство. Тарковский – настоящая легенда советского кинематографа. Его вклад в мировое искусство сложно переоценить. Фильмы «Иваново детство», «Солярис», «Жертвоприношение» до сих пор являются классикой советского и европейского кино. Андрей Тарковский родился в небольшом селе Завражье. Недалеко от города Юрьевец Ивановской области. Его отец Арсений Тарковский был известным советским поэтом. А мама работала корректором в одной из типографий. Отец будущего режиссера оставил семью, когда Андрею было всего три года. Их семья жила достаточно бедно. В деревянном доме постоянно было холодно. Денег ни на что не хватало. В 1951-м Андрей поступил в Московский институт востоковедения на арабский факультет. Однако уже год спустя оставил занятия, отмечая, что выбрал профессию несколько поспешно. В 1952-м Тарковский поступает в геологическую партию и отправляется работать коллектором на речку Курейку. Год, проведенный в тайге, по словам самого Андрея Арсеньевича, стал лучшим в его жизни. Здесь, наедине с природой и с самим собой, Тарковский окончательно укрепился в своем решении стать режиссером. В 1954-м Тарковский поступил во ВГИ, где и стал постигать все премудрости режиссуры. Еще будучи студентом, Андрей Арсеньевич снимет ряд короткометражных фильмов, которые будут отмечены многими известными критиками. Однако настоящий его кинодебют произошел лишь в 1962 году, когда на экраны Советского Союза вышел фильм «Иваново детство». Картина принесла Тарковскому первый успех в качестве режиссера, а также была удостоена многих престижных кинематографических наград, в том числе «Золотого льва» Венецианского фестиваля. Подобный успех вмиг сделал Тарковского знаменитым и позволил режиссеру начать работу над некоторыми новыми проектами. Уже осенью 1964-го он вместе с Кончаловским начинает работу над картиной «Страсти по Андрею», которая выйдет на экраны в 1966-м под новым названием «Андрей Рублев». Успех новой картины окончательно упрочил Тарковского в ранге одного из самых популярных режиссеров того времени. В период с 1967 по 1979 режиссер снимает еще несколько знаковых фильмов. Наиболее популярными из них становятся ленты «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Вместе со съемками кинофильмов Тарковский работает над театральными и радиопостановками. В начале 80-х режиссер начинает все чаще бывать в Европе. В 1982-м в Италии вместе со сценаристом Тонино Гуэра он работает над фильмом «Ностальгия». Вскоре здесь же начинает снимать и другую свою итальянскую картину «Время путешествий». В 1983-м Тарковский наведывается в Лондон, здесь, на сцене знаменитого театра «Ковенгарден». Он ставит оперу «Борис Годунов». Практически сразу после премьеры режиссер отправляется в другое путешествие в Стокгольм. В Швеции начинается работа над сценарием последнего фильма «Тарковского жертвоприношения». 10 июля того же года он ненадолго заглянет в Милан, где на одной из пресс-конференций объявит о том, что не желает возвращаться назад в Советский Союз. Весной 1985 года Тарковский закончит работу над своим последним фильмом «Жертвоприношение», действие которого происходит в Швеции. Данная лента получит гран-при Грандского фестиваля, приз Британской киноакадемии, а также огромное количество других наград. Однако о многих из них режиссер уже не узнает. В этом году Андрею Тарковскому исполнилось бы 85 лет. На сегодня это все. С вами была Лилия Тиммиева. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будущих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова